Итак, сегодня мы продолжаем тему детских неврозов. Хочу сегодня обратить внимание на такое проявление невроза, как навязчивые движения у детей. Это монотонные успокаивающие движения, которыми ребенок помогает себе снять стресс и расслабиться. К ним относится такое проявление, как покручивание волос на палец, покусывание заусенцев, погрызывание ногтей, подергивание гениталиями, размахивание руками, нервное подергивание головой. И то, что помогает ребенку, как я уже сказала, расслабиться и как-то себя успокоить. Что же может быть причиной? Причиной может быть какой-нибудь затяжной стресс, неправильный режим дня, слабая нервная система. И очень часто это бывает влияние гаджетов и, опять же, как я сказала, ненормированный рабочий день у ребенка. Также есть еще определенные модели поведения, которые могут влиять на появление невроза. К ним относятся, например, это гиперопека, когда мама, чаще всего это и мама, и бабушка в тандеме, начинают очень сильно опекать ребенка, начинают все за него делать, у него нет собственного «я», они окружают его полностью заботой, снимают с него всякую ответственность за его какую-то самостоятельность и личную жизнь. В этот момент ребенок начинает задумываться о том, что, наверное, с ним что-то не так, раз о нем так все заботятся, наверное, он чем-то болен. И он начинает подпитываться этой тревогой и старается дать ей выход, что раз я не такой какой-то, наверное, у меня есть проблема, то нужно что-то хотя бы сделать, чтобы как-то себя успокоить и помочь остальным как-то понять, что да, есть проблема, и подкрепить такое поведение. Напротив этого еще также существует такое понятие, как гиперопека. Это когда ребенком вообще никто не занимается, то есть он растет как трава в поле сам по себе, то есть, например, он может ползать по кровати уже в совсем таком молодеческом возрасте, и в этот момент малыш падает, и он понимает, что меня никто не спасет, я никому не нужен, меня никто не контролирует, значит, со мной что-то не так, значит, нужно что-то сделать для того, чтобы как-то расслабиться и сосредоточиться на том, что нужно для дальнейшего какого-то его выживания. И третья модель поведения — это отстранение. Очень часто бывает так, что мама подсознательно или даже бессознательно не принимает своего ребенка. То есть она выполняет все свои функции, она заботится о нем, она его кормит, холит, лелеет, но не может его к себе подпустить, как бы с ним соединиться, там, слиться, что нужно для определенного возраста с ребенком и для полноценного его развития. И в этот момент ребенок понимает, что что-то не так, на каком-то подсознательном уровне у него тоже появляется своя тревога. И эта тревога ищет какой-то выход в тех самых монотонных успокаивающих движениях, которые я перечислила выше. Очень часто такие мамы приводят на прием ребенка и говорят, что с ним что-то не так, сделайте что-то. Когда мы начинаем беседовать с ребенком, либо наблюдать за его поведением, мы понимаем, что как таковой проблемы нету. И в разговоре с мамой мы понимаем, что главной мишенью нашей работы будет именно мама, потому что нам нужно наладить с ней контакт, нам нужно с ней как-то разговориться, расположить ее к себе и дать понять, что в первую очередь мы должны работать именно с ней, потому что через нее мы сможем помочь ее ребенку. В идеале, конечно, сюда привлекать еще и папу, либо второго заботящегося взрослого, который тоже занимается воспитанием детей, чтобы коллективное вмешательство было более эффективным. Естественно, ребенка мы просто так не оставляем. Он получает поддерживающую терапию. То есть мы учим его правильным стратегиям справляться со стрессом. То есть если это маленькие детки, мы в игровой форме это проводим. Если это дети постарше, то мы проводим уже какие-то психологические беседы. Очень хорошо с детьми работает сказкотерапия, арт-терапия, музыкотерапия, потому что в силу своего возраста они еще не способны глубоко анализировать свои мысли, поступки и какие-либо действия, потому что их мозг еще просто не способен на это. Поэтому такими способами мы помогаем им справиться с тревогой, наводить какое-то внутреннее состояние. Ну а основная работа все-таки ложится на плечи родителей, в частности на работу с мамой. Ну и обязательным условием здесь также является это побольше свежего воздуха, гигиена сна. То есть за час до сна нужно выключать любые гаджеты и стараться там почесать книжку, либо завести какой-то семейный ритуал, который обеспечит ребенку спокойное засыпание. И я всегда советую, как я говорила раньше в видео, обязательно посетить невролога. Возможно, будет не лишним какая-то медикаментозная терапия, которая тоже поспособствует налаживанию нервной системы и скорейшему выздоровлению ребенка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok